Привет всем! Сегодня мы поговорим о плагине комплексной безопасности вашего сайта на WordPress, который учитывает практически все, что необходимо для обеспечения защиты сайта. Он называется Items Security. Это бывший плагин Beta WordPress Security, который, как говорят, ребрендили. Итак, что он из себя представляет, как его установить? Переходим в плагины «Добавить новый». Здесь в поиск вбиваем «Items Security» и нажимаем Enter для того, чтобы найти. Здесь на этом сайте плагин уже установлен, а у вас будет такая же кнопочка «Установить». Вы ее просто нажимаете и затем подтверждаете установку. Вот так выглядит данный плагин. Сейчас давайте сразу перейдем к нему и посмотрим, какие настройки доступны. Поскольку плагин значительно изменился по сравнению с предыдущими его версиями, то здесь есть некоторые отличия, о которых нужно поговорить. Здесь теперь все параметры находятся, в принципе, во вкладке «Settings». А то, что находится на вкладке «Дашборд» — это такие группы для тех, кто не хочет вникать в глубинную суть. Ему просто, к примеру, нужно сделать быструю настройку безопасности. Однако вы должны помнить, что лучше вникнуть в суть и настроить все вручную, чем нажать одну кнопку и потом не понимать, почему сайт не работает. Настройка этого плагина требует определенного понимания всех процессов и понимания, как работает ваш хостинг, чтобы не включить какую-то недопустимую опцию и потом не думать, как восстановить сайт. С чего следует начинать? Начинать следует с перехода на вкладку «Settings». Здесь вы сразу можете переходить к интересующей вас группе настроек, но можно пройти и все настройки разом. Что может показаться наиболее трудным? Это включение каких-либо настроек, которые приведут к потере работоспособности сайта. Что делать в этом случае? Прежде всего, перед тем, как что-то менять, вы обязательно сделаете резервную копию вашего сайта, всех файлов и базы данных. Пусть она у вас будет, хотя, скорее всего, она вам не потребуется. Если вдруг сайт перестал работать, не пугайтесь. Вам потребуется подключиться по FTP к вашему сайту или в панели хостинга открыть файловый менеджер. Разницы никакой нет. И переименовать, либо удалить папку с плагином. Это крайняя мера, если вдруг сайт перестал работать. Скорее всего, сайт восстановит работоспособность. Если нет, тогда вам потребуется еще удалить файл htaccess и заменить его на тот, что у вас есть в резервной копии сайта, если какие-то изменения в этот файл будут внесены. Больше нет причин, по которым сайт, в принципе, может испортиться при неправильной настройке данного плагина. Поэтому можете особо не беспокоиться. Давайте посмотрим те параметры, которые необходимо задать, чтобы обеспечить сайту комплексную и полноценную безопасность. Первое. Это вкладка глобальных настроек. Ставим, чтобы у нас были отмечены write to files, разрешение записывать файлы, вносить изменения данным плагином в файлы wp-config и htaccess. Notification email. Здесь ваш адрес электронной почты, на который вы хотите принимать уведомления о всех изменениях, которые отслеживает данный плагин. Send digest emails отмечать не обязательно. Здесь просто будет сводка ежедневная отправляться к вам на почту. В принципе, зачем это нужно делать. Также здесь есть вариант доставки бэкапов на email. Но я делаю бэкапы при помощи плагина дупликатор. И мне не требуется делать их при помощи данного плагина. Поэтому это все пропускаем. Здесь уведомление о блокировке хоста. К примеру, если с одного IP-адреса кто-то пытается многократно пробиться в админку сайта, то он будет заблокирован через указанное в настройках количество попыток. И ему выведется сообщение. Здесь также сообщение для пользователя о том, что он заблокирован из-за множества неверных попыток войти в админ панель. Также такое сообщение возможно для группы IP-адресов в случае, если атака ведется с определенной подсети. Так, дальше что? Также рекомендую вам включить черный список. Вот он здесь. Дальше количество попыток лагина. Значит, количество попыток у меня стоит таким образом. Три блокировки. Период сохранения черного списка стоит 7 дней. То есть, это тот период, в течение которого IP-адреса содержится в черном списке. И период блокировки 15 минут. То есть, это тот период, на который данный IP-адрес блокируется и ему не разрешается повторно пытаться авторизоваться в админ панели. Здесь можно внести белый список, то есть, список доверенных IP-адресов. К примеру, ваш собственный IP-адрес, если он у вас постоянный, не меняется. С которого вы обычно входите в админ панель. И он не будет попадать в список блокировки, даже если вы ошибетесь указанное количество раз при попытке набора логина и пароля. Так, дальше отмечаем гаммочку уведомлять на электронную почту о том, что заблокирована попытка входа в админку. Log type, то есть, тип логирования оставляем как есть, только база данных. Здесь количество дней, которые будут храниться логи, 14 дней достаточно. Путь к файлам логов оставляем стандартный, не меняем. Дальше ничего вот из этого включать дополнительно не требуется. Так, следующая область это область детекции ошибок 404. Такие ошибки возникают, если кто-либо переходит на несуществующую страницу данного сайта. В том числе, это могут быть попытки поиска входа в админ панель. Или, к примеру, когда человек набирает адрес вашего сайта, слэш администратор. Он не знает, к примеру, по какому адресу у вас находится админка. Для стандартного WordPress это wp-админ. А если вы заменили адрес админки, там есть такая опция, то можно сделать полностью произвольный адрес админки. И тогда ошибки 404 могут позволить определить попытки входа в админку людей, которые не должны туда входить. Поэтому можно включить детекцию ошибок 404. Можно настроить, чтобы система запоминала количество попыток перейти по несуществующей странице. И можно блокировать пользователей, которые слишком часто открывают несуществующую страницу. Здесь настроен белый список файлов, которые не будут идентифицироваться как переходы по странице с ошибкой 404. Его менять не нужно, потому что здесь все файлы нормальные. Здесь robots, favicon и так далее. Здесь какие типы файлов игнорировать. То есть картинки в основном и CSS файлы. Дальше. Секция away mode. Это возможность всем запрещать доступ к вашей админке вашего сайта в течение определенного времени суток. Здесь необходимо помнить несколько вещей. Момент номер раз. Вы должны понимать, что настройка производится в соответствии с временем, которое у вас на сервере задано. Оно вот здесь отображается. Если ваше реальное время отличается от времени, настроенного на сервере, то соответственно админка будет выключаться в другое время, не то, которое вам нужно. Поэтому внимательно следите, какое время задается. Если вы включаете away mode и указываете здесь параметры, когда оно будет работать, то в этот период времени никто не сможет авторизоваться в админке вашего сайта. То есть, грубо говоря, ночью вы с сайтом не работаете, вы включали away mode и никто не может войти в админку сайта ночью. Однако я предпочитаю это не делать. Вдруг потребуется срочно зайти на сайт, а такой возможности нет. Это неудобно. Так. Дальше. Блокировка пользователей. Здесь необходимо ввести стандартный черный список. Default Blacklist. Вот как настроено здесь. И можно также включить Ban Users. Здесь перечислены IP-адреса хостов, которые заблокированы по различным причинам. Однако я не включаю Ban Users, достаточно стандартного черного списка. Защита от BruteForce или от подбора пароля. Что здесь необходимо помнить? Здесь есть специальный сервис, который позволяет получить API-ключ для защиты от BruteForce в вашей админке. Однако, в принципе, можно обойтись установкой CAPTCHA стороннего плагина. Она, конечно, будет чуть похуже, но работает тоже. Поэтому оставляем настройки, как есть здесь. Если хотите, можете получить API-ключ. Здесь задается максимальное количество попыток входа в админку, когда неправильно набирается логин или пароль. Пять попыток на хост, то есть на IP-адрес, грубо говоря. Здесь такое же количество на пользователя, на имя пользователя. И здесь время, в течение которого запоминаются плохие попытки входа, то есть неудачные попытки входа. Также можно настроить, чтобы автоматически блокировались попытки входа с юзернеймом админ. Если у вас, конечно, пользователь не админ, административный, то такие пользователи будут сразу блокироваться при попытке войти на сайт. Кто вводит вместо логина админ. Так, дальше. Резервные копии базы данных. Система может автоматически отправлять бэкапы базы данных к вам на email. Однако я не пользуюсь этой функцией, я делаю бэкапы другим плагином вручную. Мне кажется, это более логично. Тем более, все равно внесли какие-то изменения на сайт, сделали бэкап, все. А делать бэкапы каждый день, если изменения вносятся раз в неделю или раз в две недели, смысла в принципе особо не имеет. Так, защита от изменения файлов. Можно изменить данную опцию и включить отслеживание изменений файлов. Однако вы должны помнить, что это значительно может повысить расход оперативной памяти вашего хостингового сервера. Поэтому я эту опцию отключаю на дешевых хостингах. Она в принципе особо и не требуется. Так, дальше. Возможность спрятать административную панель, вход в нее точнее. Это делается очень просто. Стандартно адрес админки у вас VP-админ. Вот так он выглядит. Вы можете этот VP-админ изменить на любой другой префикс. К примеру, и регистрации соответственно тоже. К примеру, поставить там какое-нибудь ваше имя или что-то другое. Любую комбинацию символов вы можете поставить для входа. Вы должны этот префикс запомнить. И дальше вы вводите его каждый раз при авторизации в админке. То есть вместо ваш сайт VP-админ вы будете вводить вот этот новый префикс. И тогда у вас будет появляться форма входа в админку. А при переходе по ссылке VP-админ у вас будет ошибка выдаваться, что неправильно введенный адрес, такая страница не существует. Это может отсечь многих неопытных взломщиков вашего сайта, которые просто хотят подобрать пароль. Так что в принципе это включать полезно. Так, дальше есть возможность включить антивирус, который будет сканировать ваш сайт. Но для этого нужно получить API-ключ. Я не включаю. И здесь уже настройка менее безопасная. SSL настройка, то есть шифрованное соединение. Оно должно поддерживаться вашим сервером. Если вы включите SSL-соединение без поддержки со стороны сервера, ваш сайт станет недоступным. Вы получите множество проблем. Поэтому максимально аккуратно относитесь к этой опции. Свяжитесь с техподдержкой вашего хостинга. Скажите, что вот я хочу включить SSL-моды на своем сайте. Скажите, не будет ли у меня проблем, как мне правильно настроить SSL на моем хостинг-сервере, на моем аккаунте. И вам грамотно и четко все ответят, что вот либо такая опция доступна на хостинге, чтобы ее включить, надо сделать то-то и то-то. Либо на вашем тарифе данная опция недоступна, не включайте. То есть вам ответят. И тогда уже действуйте. И прежде сделайте бэкап сайта. Не забывайте об этом. Дальше. Возможность заставлять пользователей использовать надежные пароли. Это актуально для тех пользователей, которых более чем один на сайте. То есть есть админ и есть, к примеру, куча редакторов, которые работают с сайтом. И они все создают свои учетные записи на сайте. Тогда, включив данную опцию и выбрав уровень доступа редактор, к примеру, вы заставите редакторов вписывать сложные надежные пароли. То есть вот он регистрируется, к примеру, как редактор. И вбивает пароль там QWERTY или 12345. Ему система пишет. Нет, такой пароль использовать нельзя. Он очень простой. Используйте пароль, который будет содержать буквы и цифры. И, к примеру, еще и разные регистры букв. Вот таким образом работает система надежных паролей. Можете включать. Если вы один администратор на вашем сайте, и вы понимаете важность надежных паролей, то эту опцию можно не включать. Вам она не требуется. Дальше. Системные настройки. Здесь нужно включить защиту системных файлов, запрет просмотра содержимого директорий. В ряде случаев полезно включить фильтрацию методов реквеста методов произведения запроса. Однако, включение этой опции может вызвать конфликт с плагином интернет-магазина, с плагинами различных фильтров категорий и с плагинами некоторых контактных форм связи. Такое бывает. Поэтому будьте внимательны, если у вас что-то из перечисленного есть, не включайте. Дальше. Фильтрация всяких подозрительных символов в URL. Это тоже может быть полезной опцией, но она актуальна в основном для блогов, на которых не установлено дополнительных компонентов, в частности, всяких компонентов расширенного поиска и передачи через URL каких-либо данных. Опять же, контактные формы и формы связи. Если это есть, то они могут перестать работать при включении данной опции. Аналогично фильтрация неанглийских символов в URL-адресе. Здесь у вас перестанет работать еще и стандартный поиск WordPress, потому что он осуществляется как раз путем генерации запроса в URL. Не включайте его, если хотите использовать поиск и сторонние плагины. Дальше. Здесь возможность ограничить максимальную длину URL. Если она будет больше, чем установленная в 255 символов, то такой запрос не пройдет. Я не включаю, не требуется. Так, запрет. Ну, то есть удаление разрешения на перезапись файлов. Это включаем, это полезно. Запрет использования PHP в папке Uploads, то есть папке загрузки, где хранятся картинки и медиафайлы. Это тоже включаем, это полезно. Так, еще несколько полезных фишек, которые могут сбить с тонку недоброжелателя. Во-первых, удалить метатег-генератор, то есть тот тег, который показывает CMS и версию WordPress в данном случае. В чем фишка? Некоторые версии системы WordPress, да и других плагинов, имеют различные уязвимости. Если точно знать версию, можно под нее подобрать уязвимость и взломать сайт. Если такой информации не будет, или если будет показана неправильная версия, то хакеру, новичку, будет невозможно реализовать. Уязвимость он не сможет взломать сайт. Вот такая простая логика. Дальше. Убрать из шапки Windows Live Writer. Это, в принципе, тоже полезная вещь. Зачем он нам нужен? Мы же все равно им не пользуемся. Но если вы пользуетесь, оставляйте. Большинство не пользуется. Аналогичным образом RSD. Тоже обычно никто не пользуется. Удаляем. Дальше. Уменьшить количество спам-комментариев при помощи особых алгоритмов, которые оставляют боты без реферера. Включаем. Нормальные комменты не отсекуются. Только спам. Гарантированно. Дальше. Отображать рандомную версию для WordPress. Можно включить полезно. Будет показана совершенно случайная версия CMS-ки вашего сайта в исходном коде страницы. Дальше. Вы можете отключить редактор файмов. Но это будет работать, соответственно, для ваших пользователей. В принципе, я не отключаю, потому что у меня админ один. И там, где есть этот доступ к редактору, он мне, в принципе, и нужен. Дальше. XML RPC. Отключен. Тоже он особо не нужен. Здесь проверка на безопасность версии вашей библиотеки jQuery. Здесь написано, что версия нормальная и безопасная. Можно также подключать библиотеку jQuery с CDN серверов Google или Яндекс, или с самого jQuery CDN серверов с других каких-то компаний. Они тоже будут безопасны. Так. Дальше. Это отключение сообщения об ошибке при авторизации, когда пишет, что именно неправильно, логин или пароль. К примеру, с логином угадали, а пароль неверный. Тогда пользователю будет написано, что для данного логина неправильный пароль. То есть информации предоставляется слишком много, а не то, что у вас неверный логин или пароль. Поэтому включаем эту опцию и пользователь, который пытается к вам пробиться в админку, он не будет знать, что он ввел неправильно логин или пароль. Большая степень защиты все-таки. Так. Ну и дальше две опции. В принципе, не нужно изменять. Тут все, что нужно, все мы настроили. Не забывайте, как только внесли изменения, нажать на кнопку Save on Changes для сохранения настроек. Дальше. Есть еще вкладка Advanced. Здесь у нас, в принципе, что? Здесь у нас показывает, если у вас есть пользователь с логином админ, если он администратор, то его необходимо удалить и переименовать в другой логин, потому что админ небезопасен. Вот здесь вас об этом уведомляют. Дальше. Здесь, в принципе, можно изменить локализацию папки VP-контент. Но делать это рискованно. И я не рекомендую с этим связываться. Дальше. Можно изменить префикс таблиц базы данных MySQL. В принципе, в ряде случаев это сделать полезно. Если он тем более стандартный, VP и дальше имена таблиц. Это можно сделать. Дальше. Здесь у вас есть вкладка Backup. Где можно создать бэкап базы данных. И вкладка Logi. Здесь показаны все логи, которые... Всех действий, которые происходили на вашем сайте. К примеру. Вот. Ошибка 404. Дата такая-то. IP-адрес такой-то. Попытка перейти по такой-то ссылке. Можно посмотреть детали данного события. К примеру. Здесь показывает дату истечения срока блокировки. И тип. BroadForce. Попытка подбора пароля. Вот таким образом. Собственно, так формируется весь ваш лог. Если он вам не нужен, вы можете нажать на кнопку Clear Logs и он будет очищен. Таким образом работает логин ITEM Security. Хочу сказать, что он является просто необходимым для всех сайтов на WordPress. Он значительно поможет вам защитить ваш сайт от каких-либо возможных атак. На этом я заканчиваю данный небольшой урок. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам успехов в развитии вашего сайта. И чтобы его никогда не взломали. Спасибо. Всем пока. Спасибо.